Всем привет! Сегодня на уроке у нас в партиях Костяник-Лагно. Все еще рассматриваем примеры с интернета, поскольку живых турниров нет, но тем не менее наши позиции не менее полезны. Итак, в этой позиции ход белых. Белые на самом деле здесь допустили грубую ошибку. Ваша задача подумать, как бы вы здесь сыграли, предложить план за белых, дальше мы его чуть-чуть обсуждаем, дальше смотрим, какую ошибку они совершают и как в итоге выиграли эту партию черных. Жмем на паузу, думаем, как бы вы продолжили эту позицию за белых. Итак, если вы подумали, давайте рассуждать. Очевидно, что есть слабая СНД-6 и было бы логично ее попытаться использовать. Но белые сделали напрашивающийся ход, который сразу же проигрывает. Они сыграли здесь по НД-4. То есть в прямом варианте я горжу очень много раз ударить на Д6 и забрать пешку. Но не все так просто. Здесь также я рекомендую нажать на паузу, ход черных. Здесь черные очень быстро, неожиданно выигрывают. Использовав вот такой вроде бы активный ход коня, открытие ладьи, все это пагубно оказалось для белых. Итак, ждем на паузу, ход черный, кто решил, теперь давайте опять наблюдать. Значит, ход ФСЦ-6. ФСЦ-6, неожиданная идея, конечно же, не защищаема на Д6. Очень важно пробить этого коня, один защитник. И оказывается, что в этом положении белые никак не могут подкрепить коня. Ну, например, ход ладья Д4, это конь Д4. А остальные фигурки не дотягивают, ну, просто у них ножки короткие. Поэтому мы вынуждены отходить конем, конь С3, конь Ж5 или конь Ж3, но тогда ФСБ Ж2 матов. То есть вот такая ошибка была допущена белыми, и, как мы понимаем, на таком уровне потери фигуры это слишком много. Кому понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока. Пока-пока.